И теперь давайте скажем, нет, это неправда, это вот ему делать нечего. А тем более этот отчет, это не балды записные, а документальный отчет с архива, который своему начальнику отрапортовал, который был поиск в командировке, попал ему. Вы увидите. Мы же понимаем, о чем вы. И понимаете, о чем... Так подождите. Вся проблема в закрытиях архивах вот как раз вот в этом. Когда попробовали в 92-м году на пару месяцев открыть архивы, не только про это читали люди, но учитывали такого. Сразу видели, кто сдавал, сосед писал на тебя, а потом в любви тебе объяснялся. Оказывается, это он тебя и заложил. Так это же к чему вело? Это могло привести к тому, чтобы друг друга все порезали до конца. Если вы будете открыть архивы, ПГБ, СССР. Золотый. Если открыть все архивы, в нашей обстановке теперь... Ребята, поймите одну вещь. В нашей теперешней обстановке, если сейчас открыть все архивы, общество настолько ранимое и обозленное, перережут друг друга, и не надо никакой воли. Ну вот представьте, например, берется, например, просто элементарно. Вот там лидер какой-то партии, например, какой-то, как Позняк. Да, любой. У него берут Позняка, да? Вот помните, да, когда начинали... Когда надо сожрать, сразу найдем за что. А потом раз, а у него, оказывается, там, дядя Летя с полицией служила. Почему? Иди, оказываешь, это не служит. И сами евреи в НКВД были группы, евросекции назывались, которые уничтожали евреев религиозных. Видите, так я... Во-первых, это очень сложный вопрос, даже не национального происхождения, а борьба за жизнь. Смотрите, я вам по-другому скажу, чтобы правильно поняли. Смотрите, были кучи НКВДшников, которые расстреливали всех. И религиозных евреев, и буддистов, и церковников, понимаете, да? И всех этих, понимаете, да? А тройки эти все? Понимаете? У них была установка всех подрядов. Я тут, вы знаете, да, я даже тут бы их не делил, там, по национальному призванию. Таких не надо в данный момент по национальному. Абсолютно такие, вы понимаете, это нормальные преступники, да, для которых он не был евреем. И мы маму родную шрёпнули, чтобы сам остался, господи, что не стоит. Он, вы знаете как, он, может быть, евреем был не по национальному, он просто был евреем, вот у него запись была написана. Записано, что он где? И точно так же был написан русский православный. Он точно так же отправлял православного в священника, этот спокойно отправлял отрициального еврея. И спокойно они сидели, и потом шли в воду. Это, собственно, кажется, у нас голова. Вы понимаете. Кто-то и делал. А когда система вот это создавалась, там уже не стоял вопрос, да, кто уже в обойму попал, вы знаете. А самое интересное подтверждение, когда те, которые убивали, проходят несколько месяцев, следующие убивают их. Конечно, это когда этот механизм заработал. Что, не так было? Когда этот механизм заработал. Весь вопрос. Причём там даже уже не в национальном сидел. Вы здесь, да, вот он правильно сказал. Как развлечения. Это уже не просто развлечения, это те, которые сидят выше, они постепенно выдавливают все слои, которые ниже, которые мешают сидеть вот там. Вот, вот этот механизм. Все эти ежовые и так далее. Некоторые из них не писали сам, сегодня ты не выполнил команду, тебя шлёпнули. Всё. Выполнил ты команду, тебя шлёпнут потом, потому что ты эту команду выполнил. Надо убрать, чтобы ты потом не показал, что я тебе команду. В связи с этим вот залом, да, у меня разные возникают вообще, ну, вы понимаете, дискуссии. В нашем понимании это слово «система». Я вот, в предыдущем, если вы разговариваете, да, я говорю, даже вот просто объясняю, да, вот, ну, знаете, как сказать, у нас такого государственного антисемитизма нет нигде. Я могу твёрдно сказать. Государственного? Но бытового, да, бытового. Выше трещи, как везде. Вы понимаете, причём у нас есть, да, человек, который самый это, да, у него бытовой антисемитизм. Выскакивает очень часто. Вы понимаете, мы понимаем, о ком мы говорим, понимаете. Он может на государство делать вид, да, но то, чтобы... Всё равно в разговоре вылетает. У него сто процентов, конечно. Помните только один вопрос, который... Это самый, да, это самый паскудный вот такой антисемитизм, понимаете, да. Владимир Степанович, это всё от общей культуры человечества. Вы читаете мои мысли. И вот мне приходится на дарь, я говорю, слушай, да, говорю, вы посмотрите, сколько, говорю, сделано, а вот там он уехал, всё остальное. Я говорю, посмотрите, сколько это человек сделал вообще здесь. Вы понимаете, у него хватило энергии и вообще сил сделать всё здесь, и он уехал в Израиль, и ещё для Израиля... А у него ещё отобрали всё то, что он тут заработал. И он ещё для Израиля сколько сделал. Я говорю, так вы смотрите, я говорю, так я говорю, надо было сделать так, чтобы он не уезжал, я говорю, оставить. Я потом ещё говорил, я говорю, давайте соберём деньги, и всех директоров заводов, все уехали, да, денег им заплатим, чтобы они приехали, и чтобы все заводы эти заработали. Сейчас, я говорю, это для тебя есть очень интересная письма на эту тему. Ярый антисемитизм, в каком плане? Благодарный за то, что антисемитизм. Ну, смотрите, Яков Кедми, да, это он директор службы «Натив». Мы знаем его. Он у меня друзья в фейсбуке, но он не потому, что он мой друг, а потому что... Ну вот вы поставите. А, ну то, что его это. Да, его книжа. Так вот сейчас, да, я вот читаю в интернете, сейчас его смотрю, да. Так вот, смотрите, да, он уехал в Израиль, да, и в принципе с боем вырвался из России, из Советского Союза. И сейчас он основной защитник России. Да, да, да. Основной защитник, потому что у нас сейчас Россия там с Израилем, они решают. Они, в конце концов, до всех дошло то, что говорил Израиль, что арабы, они не бывают там террористы плохие или хорошие, да. Террористы все плохие. Террористы все плохие, их надо кончать. Вы понимаете, нет, я говорю, всех надо кончать. И вот он говорит, в конце концов, сначала дошло до России, да, что не бывает, а теперь до Запада. Вот мы с помощью России доводим до всех, что ребята, не бывает, вот это хорошая группировка, да, а вот это плохая. А это разница в один час, что они сегодня здесь, да, а сегодня, через час они здесь, а эти здесь. Все зависит от того, с какой стороны ветер будет. И он говорит, сегодня Россия, да, это единственная страна, которая четко понимает цели и задачи, она четко дает характеристику, да, террористам. И сегодня, говорит, я полностью там, вы такой пропагандист в России стали, я полностью на стороне всех, потому что она убивает террористов, как мы, не допуская их на свою территорию, нужно их здесь собрать, кончите всех, тогда все поймут. Вся проблема, что их очень много, и никак их в одну кучу не соберешь. Серьезный аналитик, вы ее же не пускали в Россию, да, где-то 10 лет ему запрещали весь. Так вот сейчас он на всех программах, да, слушаешь его, господи, вот, пожалуйста, так оказывается, можно быть, да, и патриотами Израиля, да, и четко понимать, где, да, условно, где на сегодняшний день опасность, да, и условно, и понимать, что вот это и вот это будет все интересные. По-моему, на сегодняшний день не столько балбесу непонятно, откуда опасность. Так вот вся Европа балбесает. А вся Европа балбесает. Они сами же и пожинают. С ними заигрывают. Да, как сказать беженцы. Да, они все заигрывают. Они начинают у них резать, запрещают. А куда они по-другому будут? Я вам еще один пример приведу. У меня сидел корреспондент газеты «Де Ла Круа», да, это, это религиозная, это католическая религиозная газета, да, француз. Вот он сидел здесь с переводчиком, мы чуть не подрались с ними, да, а еще он и сцепился. Вот, и он вот точно так же, вот, когда у них еще не началось вот это, да, и он себе это года три или четыре назад, да, а я сам в Афганистане воевал с ними, да, я знаю, что такое вообще это, Талибан, я знаю, что такое эти Абу-Джахеды, я знаю, что такое ислам радикальный. Особенно радикальный. Да, их надо закапывать и все. И как это, хорошие. То есть все равно никакой психология не поменяют. Хорошие, хорошие, плохие гробы. Там других вариантов нет, это только уничтожение, потому что он что в 17 радикал, что в 67 радикал. Ничего не поменяется. Понимаете, он не меняется, как, например, условно, что мы переживаем так, ну да, я в 20 лет радикал, а в 30 лет я консерватор. Такого нет, такого нет. Вот там все. И я вот ему про это сказал, он чуть-чуть не подпрыгнул. Так я ему сказал, я говорю, слушайте, ребята, вам очень интересно вообще жить в Европе. Вы думаете, что вы там живете, да, и вот вы сегодня вот эти правила... А могли уже все раздумать. Нет, я вам рассказываю, да, вы все эти правила, вот свои там цивилизационные, применяете ко всем. Я говорю, все у вас кончится очень быстро, у вас три самолета собьют арабы, у вас вся проблема только в одном, только в одном, что у них нету ракет. Но это не говорит о том, что их не будет. Как только они три-четыре самолета собьют французских, да, вы сразу поймете. Вы сразу станете другим, вы сразу поймете, что такое, да, террористы по-настоящему. А мало сейчас они... Не те, которых вы защищаете и говорите, слушайте, они от того плохие, да, как это, вы помните в этом... Я был плохой, почему, Печкин, да, потому что у меня велосипеда не было. А вот сейчас у меня велосипед есть, а теперь стал хороший. Так и они говорят, вот арабы плохие, знаете почему? Вот их там изобретяне обижают, вот они там режут, там их все остальное, вот они к нам пришли... Резатый изобретян. Да, они, послушайте, они поживут у нас пять лет, да, и вы посмотрите, какими французами они станут. Ну, стали ли они французами? Да. Стали ли они немцами? Были они и останутся. Да, они права качают там. Да, вы понимаете, да, так я с ним сцепился из-за этого, я вам объясняю, ребята, этому Делакруа, господин, он аж подпрыгнул, у него, я не знаю, у него там уже дым из ушей пошел. Я говорю, посмотрите, чем это все закончилось. Так это что, ну, заигрывание. Мы с вами на эту тему уже три года назад говорили, к чему приплыло сейчас. Нет, ваше заигрывание, вы еще не понимаете, что это такое, а я с ними воевал, я знаю, что это такое. Там вот такой пацанёв. Ничего его не переделаешь, ему уже так вдолбили и все. И это все, это только вот ковровые бомбардировки, да, там что-то, да. Только вот так вот. К сожалению, надо большие территории покрывать и большим количеством. А сегодня уже заиграли за такой степенью, что уже теперь обратной дороги нет. Теперь надо что-то делать. А что вы теперь делать будете? Вы же еще не поняли, что к вам пришло миллион, вот вам в этом за три месяца к вам пришел. Так они еще проявятся. Вы еще не поняли, что это пришло. Они только пришли, у вас проблемы. Так они еще не разворачивались. Там холодные волки пришли. Нет, там не все голодные волки, еще не разворачивали те, которые туда шли с конкретной целью. Окопаться, осмотреться и начинать действовать. Так там уже, они пишут, подождите, пишут уже, а кто к нам пришел? Вы посмотрите, какие у них айфоны. Вы посмотрите, сколько у них денег. И какие плечистые пушеки, а почему они ничего не делают? А почему они ничего не делают? Они на смысл еще делают. Ну все, я прощу, они голодные. Вам, блин, все говорят, что, ребята, это Россия, добром это не кончится, разберитесь, потому что все, разберите, что вы делаете. Посмотритесь. Вы разрушили четыре страны, да, вам диктаторы начались. Вам мало, да. Так смотрите сейчас, вы все это получите. Вы все это получите. Вот и все. И поэтому у меня, я не радикал, да, но я честно говорю, я знаю, что это такое, да, достанавливается. Там все должно быть жестко, должно быть жестко. И сегодняшний день, вот почему Россия с Израилем, вот они вот, они, у них, они одинаково поняли опасность. Россия в крови умылась, понимаете, нет? Израиль. Лябали, лябали, войны, стандарты поняли, что получают у себя ничуть не меньше. Вот и все. И вот на сегодняшний день, да, я не понимаю, что все, с ними надо разбираться на чужой территории, их надо уничтожать, понимаете? И при этом я вам скажу, что... Не стоит вопрос там, вот, вы знаете, там в этом доме на первом этаже, как там это, не французы, а американцы, там был госпиталь, да, на первом этаже. А скидышей ракеты пустали. А россияне там запустили калибр, и там чуть ли не 200 человек там раненых. Подождите, кто там раненый был вообще? Кто там за он раненый? Они что, раненые они что, вышли и уехали там, и сказали, мы больше воевать не будем? Да они себя ждут там, быстрее бы его там подлечили, чтобы быстрее в бой броситься. Вот и все. А как с ними воевать? И так все надо. А в том мире есть, поэтому я к этим ничам отношусь достаточно радикально, потому что я знаю, что это такое. А всех этих, знаете, вот этих чистоплюев, да, их вот отправят туда, вот, попробуйте, ребята, посмотрите. А сколько людей они с толку сбили? А сколько они на свою сторону перейдут? Понимаете, почему? А что сиделось, это было такое дело теперь. По принципу, я этот фильм не видел, но он плохой. Да. Это вот смотрите, вот я внимательно за этим делом служу. Вот последнее наступление, да, против сирийских войск, да. Ясно, что там все этот осад, это конченный вообще, там, диктатор, что его батя, что он, там, вы понимаете, да, травить свой народ там газами, да, и в 2004 году построить суперсовременное предприятие, да, по производству химического оружия, да, это надо быть полным идиотом, да, понимаете, да. Но, с другой стороны, он же режет этих ислам, ну, да, по крайней мере, да, с ним, по крайней мере, можно договариваться. Так вот смотрите, последний раз их отбросили, там, они атаковали, там, это, город какой-то, да, и там, вот, смотрите, две сотни террористов-смертников, против них применили ИГИЛ. Вы понимаете, да, и они их отбросили на 40 килограмм, они что сделали? Две сотни, представляете, нет, вот, человек берет взрывчатку и бежит, там, это, понимаете, что это такое? Вы представляете, какая опасность? Что такое Израиль? Вы понимаете, что такое Россия? Две сотни, представляете, идут в бой смертников с рюкзаками, понимаете, с вещмешками, набитыми взрывчатками. Их вот взял, перебросил на машине на любой, сказал, вот, понимаете, да? На любой пятачок. Вот вам ответ. Так вот представьте, да, они, например, эти 200 человек израсходовали, как боеприпасы, это значит, что их уже нигде не применили. Так где их надо уничтожать? Конечно, в Сирии. Своей территорией уничтожать. Конечно, в Сирии, их надо там уничтожать, чтобы они, эти люди... Уже не вылезли. Да. Уже многие уже в Европе. Ну вот. Расползли вместе с бежатью. Это, которые проскочили и ждут команды. Ну вот как уничтожать надо сегодня. Почему там Россия бомбит? Да их надо здесь уничтожать. А если их, например, ну, представьте, да, что такое подготовить смертника, да? Это же целая система, да? А их по две сотни применяют. Просто в открытом боевом столкновении, зная, что не все добегут. У них это за счастье, не смертникам. Нет, не все добегут. А что такое их завести куда-нибудь сюда, в Москву завести, в Париж, там, в Лондон? Да они за счастье мешок одел и пошел, правильно, да? Вот и все. Вот где их уничтожать надо. Я на сегодняшний день, я еще помните, были эти израильтяне, приезжали с ними и говорили, арабов надо вот туда закапывать по-тихому, надо по-тихому закапывать. Всех этих радикалов, да, их надо тихонечко закатывать в асфальт. Все. Не будет этих радикалов, не будет радикальных идей, а для остальных работа найдется. Понимаете? Для всех работа найдется. А вот этих, с ними нет смысла разговаривать. И с ними нет. Если пузырь с этой Палестиной, там все остальное, это проект ПВК, чем не уйдет денег, мирового принятия. Это все, это они основные поставщики. Это кому-то вы одна оттуда вообще ведет. Они основные поставщики радикалов, они поставщики террористов. Вот кого уничтожать надо. Это тоже в России помните было, да? Тут Павел Степанович немножко израильское правительство тоже. Ну, мы понимаем, почему. Так вы вспомните Ельцина, как он заигрывал с кем? С Дудаева, помните, да? Ну, так он доигрывал. Да, заигрывал. Вот точно так же в Израиле тоже там. Вот вся эта ситуация. Дудаев, Дудаева в правительство. Дудаева в Дудаеве, Дудаеве генеральское. Туда он в Кремль приехал. Чем закончилось? А потом море мяса, чтобы разобраться. Чем закончилось? Две чеченские войны. Он все уничтожен там, это все уничтожено. Самое интересное, страшное, что в Израиле есть левые, которые уже местные, которые уже несколько поколений. Если там будет последний, предпоследний. Сейчас Либерман стал. А до этого был... Министр Либерман, он уже министр обороны. Он засадил своего солдата в тюрьму, потому что тот добил террориста. Он не должен был... Это предыдущий. Идет следствие. Яолон. Яолон, да. Яолон? Яолон. Посадил на многие годы. Вот эта левизна, вот это приводит. И все это договориться с террористами, чтобы было два государства. Какие два государства? Приболее, Палестина, это была всегда еврейская государство. Сейчас даже такие крупные... Ну, об ООН я не говорю. А есть еще связанные с культурой, есть организация. Я хорошо знаю... ЮНЕСКО, который говорит, что сена плача – это арабская. Послушайте. Я знаю хорошо эту тему, да. И я вам могу сказать твердо, да. Просто, да, вот какой-то должен наступить предел, да, вот предел какой-то вот наступит, да, при котором скажут, ребята, вот вам, пожалуйста, право выбора. И сделайте очень быстро выбор, и будет принято правильное решение. У России тоже стоял выбор, правильно, да? А избавиться от Чечни стоял вопрос, правильно, да? Потом у них стоял вопрос, да, эту Чечню вообще вылезли, чертовой матери. Потом... Чего выбирали вариант. Да, они выбрали вариант. Все, тема закрыта. Тема закрыта, все. Сегодня они вот привыкли такой, да. Пусть даже, будем говорить о Кадырео, взяли главного франчу, и жадовали на тюрьмаках. Понимаете? Поэтому, такая вот тема. Тема шахтения.